Становились перед еще одной семьей бобунов. Настоящий бандит, я вам скажу. Вот, видите, перемотано зеркало резинкой. Это в прошлую поездку водителю бобун сел сюда и отломил зеркало. У него тоже пол рта нет, непонятно, что там случилось, то ли порвали в драке. Это уже второй бобун с порванным лицом. Дерутся, видать, они очень жестоко. Пистая расположилась, причем в наглую подходят к машине. Ты едешь, они наперерез идут, тормозят тебя. Чувствуют себя очень уверенно. После того, как остановили машину, начинают ее грабить. Мы находимся в отеле Кибали Гаст Хоттеджес. Отель находится рядом с парком Кибали в Уганде, который знаменит своими шимпанзе. Шимпанзе. Кибали в Уганде, который знаменит своими шимпанзе. Мы находимся в ухо. Мы находимся в ухо. Шимпанзе. Продолжение следует... Продолжение следует... Тут и немцы, и Америка, и даже Боливия. Также видел и из Франции туристов, из Австрии. Ну, в общем, весь мир. Наш стран пока Уганда еще в новинку. Хотя ей, конечно же, есть что показать. Изюминка Уганды, конечно же, это... Кроме классического сафари, это шимпанзе. Трекинг шимпанзе и гориллам. Это как раз то, что отличает Уганду от других стран. Именно здесь самые большие популяции этих абзиан. Мы в парке Кибали Форест. Идем смотреть шимпанзе. Нас разбили на группу по 6 человек. Дистанция, на которую можно подходить к общению с шимпанзе, это 10 метров. До коронавируса это было 7 метров. Но так как генетический фонд шимпанзе очень похож на наш, то мы можем передавать им различные болезни. Поэтому сейчас дистанция по обезьяну увеличена до 10 метров. Обязательно ношение масок, закрывающих рот и нос. Субтитры создавал DimaTorzok Это плод фигового дерева. Нам его только что в качестве подачки сбросило шимпанзе, которое сидит наверху на фиговом дереве. Она ими питается. Он еще не спелый. Похоже на шимпанзе вполне приемлемо. Вкусной запах. Пахнет огурчиком. Здесь выделяется молочная кислота. Но со слов гида, кушать его нельзя. Не в спелом виде, не в зеленом. Фиговое дерево также любят и львы, которые в саваннах на них располагаются и отдыхают. Ну и здесь, в тропическом лесу, тоже растет. Это фиговое дерево. Фиговые деревья, на которых обитают шимпанзе и кушают вот эти вот плоды. Редактор субтитров, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. . , тут рамотрم пинайерを Доможено. Доможено. Да, есть wenig, чтобы увидеть. Там может быть мой армия. Угу. Он должен еще раз ходить. Ты видишь, где он вакет? Да. Что это такое? Чемотонад. Сидит, грустит, немножко расстроена, может быть, вот это и видео, может быть, Саровичи издали из тата. Шимпанзо показывает нам дорогу. Как выйти из тропического леса? Вот так, разве скажешь, что по Африке едешь? Какие-то красивые деревья, совсем не пальмы. Дороги асфальтированные. Хороший асфальт на дорогах. Справа чайные плантации вдоль дороги. А вот слева появился африканский пейзаж. Бананы. Но так как здесь гористая местность, то когда едешь по дороге, даже и не кажется, что ты в Африке. Похоже часто на Грецию. Хвойные различные растут. Вот вам и Африка. Справа у нас елочка растет. Вот так перевозят свежий чай, собранный на фабрику. Дальше на фабрике его спрессуют, чтобы он ферментировался, высушат, растетуют. И соответственно мы получим порошковый чай, мелколистовой и крупнолистовой чай. Все это дальше пойдет на экспорт. Вот это начальная стадия. Собрали самые молодые листочки. На каждой веточке это три верхних листочка. Если собирать немолодые листочки, то качество чая падает. А слева вот у нас чайные плантации разрастают. Просто едем по дороге в Африке. Просто мужчина везет на мопеде живых козлов. А что, очень практично. Зачем их убивать? Они быстро испортятся тогда. Мясо пропадет. А так повез, привез. Когда надо уже. Хозяин сделает свое дело. Да-да, ребята, в Африке тоже есть платные дороги. Город Кампала. Езжаем на платную трассу. Сейчас поедем с ветерком. Ограничение 100 км в час. Ограничение 100 км в час. Мы находимся в отеле Lake Heights в Уганде, в городе Энтебе, рядом с аэропортом. Семейный номер. В отеле есть бассейн, тренажерный зал. Очень хороший завтрак. Нам понравился, насыщенный. Вокруг много зелени. Тут наш джахузи. Нола, шампунь. Ванна просторная. Отель классического типа. Но я бы рекомендовал его брать, допустим, после сафари. Когда вы уже насытились, присытились природой и различными аутентичными лоджиями и отелями. Как раз можно отдохнуть вот в таком классическом отеле. Хороший напор воды. Горячий, холодный. Телевизор. Если вы приехали смотреть телевизор в Уганду. Кондиционер. Светильники. Кресло, столик. Все необходимое есть. Кровать, конечно же. Здесь у нас рабочее место. А здесь вторая комната с гардеробом. Так как это семейный номер, то, соответственно, можно... Здесь ночевать детям или второй семье, кого как. Две комнаты, они соединены к дверю, которая закрывается. На самом верху находится бар и ресторан. Сейчас покажу. Так можно посидеть, полюбоваться городом, попробовать различные напитки. Ну и покурить, кто курит. Потому что балконов нет в отелях. Поэтому если курить, то можно подниматься наверх. Бар, ресторан. Вот так выглядит бар и ресторан Хай. Идем смотреть бассейн. Комната в номере. Комната в отеле стоит около 120 долларов. Дабл ром на завтраках. Как японский. Скоро. Комната. Комната. После этого мы едем. Мы едем. И туда едем. И затем мы едем к другой супер. ребят привет пришел зайти в супермаркет в городе в антепе в уганде показать вам что африка не такая страшная как и малюет здесь людей не кушают и люди друг друга не кушают а кушают обычные продукты пьют обычные цивилизованные напитки вот здесь у нас чипсы цены пишите в комментариях выше или ниже чем россии я не буду сравнивать цены потому что это блок не о жизни в уганде а просто моя задача показать что уганда не страшная страна мы вам осветим дальше еще один супермаркет походу на когда входишь в любой отдел всюду тебе происходит интенсивно обеззараживателем рук заставляют одевать маски по сути обычный супермаркет такой же как у нас продукты можно любые купить от фруктов до нижнего белья по ценам где-то выше где-то ниже цены допустим на ананас проверили это 50 рублей за большущий вкус на нас на лук это 170 рублей за килограмм конечно же это выше цены то есть чем богаты тем тем как говорится и ира и тому и рады если местная какая-то продукция естественно дешевая привозная чуть дороже зашли в кафе victoria mall и хочу вам показать цены цены в угандийских шиллингах соответственно чтобы получить цену в рублях делите все на 50 48-50 примерно 50 проще просто в уме быстро поделить чтобы не тянуться постоянно за калькулятором давайте прикинем вот допустим биф стейк стейк у нас здесь сервированы лучными кольцами и картошечкой он стоит 35000 местных шиллингах сколько это у нас это у нас с вами 5 делим на 50 это у нас 700 рублей получается примерно все стоит здесь 30 35 тысяч меню разнообразно выглядит аппетитно здесь в том числе очень большое количество белых и местных и туристов я их не буду показывать а вы сюда добрались тогда мы покажем вам как мы затариваемся местным кофейком а процесс очень интересно дело в том что данное кафе привозит зерна кофе прямо практически из-за леса в инди где обитают гориллы не случайно здесь нарисована горилла и все что привозится и продается здесь все эти денежки подозревается в общину местную общину помощь в инди в инди это горилла показывает насколько щепетильно относится к безопасности связано с коронавирусом у кондиция как происходит весь процесс изначально собираются спелые зерна кофе вот они выглядят темненькие но еще не дозревшие на самом деле затем они ошелушаются слушаться и получается вот такие зернышки дальше они где-то две недельки ферментируются лежат на солнышке потом их отправляют на фабрику чтобы ошелушить и получаем вот такой зеленый кофе необжаренный уже без шелухи а затем уже получаем обжаренный кофе тот кофе к которому мы привыкли в магазинах правда пока он не размолотый сейчас мы приобретем парочку вот таких аутентичных пачек кофе самого сердца уганды в инди парк это стоит 15 тысяч шиллингов от 300 рублей вот такая 250 граммов упаковочка наисвежайшего кофе очка с горилкой стоит в среднем 300 рублей кофе не молотый мы уберем в таком виде чтобы он больше лучше сохранился и уже в россии отдал аромат друзьям очень переживаем мы только что получили наши тесты из лаборатории сегодня вечером нам лететь в кении из уганды вот в таком закрытом конверте ничего не написано никаких опознавательных знаков напомню что эти тесты нам стоили 60 долларов за один тест и так смотрим да мы смотрим и что же мы видим мы видим что отрицательный тест на коронавирус ковид 19 негатив вот так выглядит результаты выдают который выдает сам дэй лабораторис мы с ней торговали за 60 хотя обычно дают максимальную скидку до 65 долларов человека здесь смотрим второй тест тоже негативный отлично мы летим в кению друзья мы покидаем великолепную страну уганду я восхищен я поражен я восхищен гостеприимством и очень понравились невероятные парки с гориллами с шимпанзе и другие парки в которых можно увидеть огромное количество зверей буквально на расстоянии вытянутой руки мне понравились огромные порции еды в антебе не понравились люди я увидел что здесь безопасно здесь очень много экспатов белых людей в стране есть что посмотреть великолепные ландшафты хороший климат благоприятно для белого человека смело можете приезжать в уганду удовольствием рекомендую